Доброе утро! Слушайте, а какая удобная в этот раз неделя у нас получилась. Понедельник, 1-е, вторник, 2-е, 5-е, пятница, друзья! Доброе утро! Мы начинаем шоу «Овсянка». Здорово, что вы уже проснулись, усаживайтесь поудобнее, делайте звук на телевизорах погромче и готовьтесь увидеть самые полезные и яркие сюжеты, которые мы для вас подготовили. Итак, сегодня в нашем выпуске. Знакомимся с жанром антиутопии в нашей книжной рубрике «Первая страница». Далее создаем букеты сухоцветов под руководством профессионального флориста, а еще готовим, готовим вкуснейший гастрономический шедевр, друзья! Меня зовут Дмитрий Московский, это шоу «Овсянка», и мы начинаем! Я верю, что даже самые ленивые ярославцы, даже те, кто никогда в жизни не занимались спортом или какой-то другой физической активностью, если вы будете каждый день смотреть «Овсянку», каждый день видеть этих спортивных людей, которые вам показывают упражнения, то вы обязательно встанете на правильный путь и тоже начнете приводить свое тело в порядок. Давайте прямо сейчас этим и займемся. А сегодня, кстати, день эрудита. Самое время похвастаться прочитанными книжками и отсмотренными фильмами. Вот у кого не было проблем с эрудицией, так это у Активиана Августа. Римский император был настолько мудрый и крутой, что 4 февраля 2 года н.э. удостоился от Сената высшего звания – Отец Отечества. Такие были еще у основателя вечного города Ромула, философа Цицерона и, конечно же, у Гая Юлия Цезаря. Также сегодня всемирный праздник шоколадной пасты, любимого лакомства для поедания на тосте или просто ложкой, если ну очень хочется. В этот же день, только в 1852-м в Санкт-Петербурге по заказу Николая I проекту Кленце открылся новый Эрмитаж со знаменитой «Десяткой атлантов» на Портике. Почти век спустя на свет явился американский режиссер и сценарист Майкл Манн, приложивший руку к культовым авиатору, полиции Майами и схватке. Ровно 10 лет спустя состоялась премьера другого экранного шедевра «Питер Пен» от Уолта Диснея. Наконец, дни рождения отмечают два популярнейших футболиста. Кумир почти всех на свете и один из самых известных людей в интернете Криштиану Роналду, а также бразильский Неймар Адонна Неймар Джуниор. Доброе утро! Меня зовут Анастасия Калантай и сегодня я проведу вам интересную зарядку, после которой вы останетесь бодрыми на весь день. Ну что, поехали? Становимся, ноги на ширине плеч, уводим руки через стороны вперед, толкаем грудную клетку, смотрим вниз. Молодцы! Уводим назад, руки в замок и толкаем их наверх. Раз. Также вперед дышим и на выдохе уводим. Два. Молодцы! Продолжаем, делаем до пяти. Супер! Тритянемся вверх грудной клеткой, растягиваем ее. Молодцы! И последний раз. На выдохе назад. Супер! Замечательно! Переходим к следующему упражнению. Ноги ставим шире и уходим на правую ногу вниз. Вверх. Теперь левой вниз. Вверх. Весом тела продавливаем ногу вверх. Не забываем дышать на усилии. Выдох. Не заваливаемся вперед, уводим таз вниз. Замечательно! Продолжаем. На усилии выдох. Молодцы! Продолжаем. И не забываем улыбаться. Замечательно! И последний раз. Вверх. Вверх. Супер! Переходим к следующему упражнению. Через эту же сторону. Уходим в бок. Руки в пол. И растягиваемся. Грудную клетку толкаем вверх. За локтем левой руки. Скручиваемся. И на выдохе уводим вверх. Растягиваемся. Вдох. Два. Вверх. Делаем до четырех. Три. Молодцы! Последний на эту руку. И вверх выдох. Молодцы! Уводим ногу назад. Теперь правая вперед. Правая рука идет за локтем. И растягиваемся. Закручиваемся. Супер! Выдох! Вниз! Выдох! Последний раз. Закручиваемся. И максимально вытягиваемся. Замечательно! Уходим в планку. И теперь ручками идем к себе. Плавно, аккуратно. И позвонок за позвонком. Вытягиваем себя вверх. И также плавно вниз. Молодцы! Позвонок за позвонком стекаем. Уходим в планку. Супер! Таких будет пять раз. Наверх, аккуратно. Каждый выполняет в своем темпе. Обязательно дышим. Это второй. Не торопимся. Три. И наверх. Аккуратно. Четыре. Вытягиваемся. И назад. На верх. И последний. И вверх. Супер! Восстанавливаем дыхание. Теперь самое приятное. Уходим одной рукой вверх. Нога вниз. Пяточкой касаемся ягодиц. Столкаем потолок. Замечательно. Меняем ногу. Дышим. Как будто за ниточку нас вытягивает вверх. Замечательно. Еще раз. Тянемся. И два. Супер! Вы большие молодцы. На этом наша бодрая зарядка подошла к концу. Всем желаю отличного дня. С вами была Анастасия Калантай. До встречи! Ну и после такой жаркой тренировки самое время взяться за книгу. В нашей рубрике «Первая страница» сегодня поговорим о жанре антиутопия. Очень часто в несовершенстве мира упрекают лишь социальные институты, при этом нивелируя личные качества людей. Те, кто там работает, своих друзей, соседей, родственников и себя самих. В нашей сегодняшней подборке авторы постарались разобраться, кто же все же виноват в несовершенстве мира. Доброе утро! Вы смотрите рубрику «Первая страница». Меня зовут Наталья Антонова. Мы в Некрасовской библиотеке. Ваня, доброе утро! Наташа, привет! Рассказывай о своей подборке антиутопии. Ну что, антиутопии. Не самое утреннее чтение, но тем не менее. Но зато интересное и глубокое. Ой, очень потрясающее. Замятен мы. Вообще, классика советской фантастики и классика советской антиутопии. Мир, находящийся где-то на неизвестной планете, где все люди, забыв, что они люди, живут под некими именами. И в какой-то момент главный герой вдруг понимает, что он может испытывать определенные чувства и эмоции, которых, в общем, тоталитарное государство, созданное на этой планете, не подразумевает. То есть до этого он не понимал, что у него есть какие-то свои предпочтения? Да, да. Он не знал, что происходит что-то такое. Они все выполняли команды, которые, в общем, вот это государство тоталитарное им давало. Он начинает искать людей, которые способны также чувствовать вот эти эмоции, и он их находит. И они собирают что-то вроде некой банды и пытаются произвести революцию. В результате революция неудачна, тоталитарное общество становится еще более жестким. Они вводят специальную процедуру, которую называют удалением центра счастья. То есть это некая такая психофизическая процедура с головным мозгом людей. И главный герой, проходя вот через эту операцию, собственно говоря, рассказывает о всех заговорщиках, которые состоят в этом плане. И, в общем, роман заканчивается действительно очень печальной, вот такой вот ломкой человека через вот эту вот машину, которая работает большую и страшную. Начали мы утро действительно позитивно. Спасибо вам большое. Можно и заканчиваем. Почему ты выбрала эту книгу? Я уверена, есть какой-то подвох. Почему важно ее почитать? Все антиутопии очень жизнеутверждающие. Здесь написано об обстоятельствах, которые мешают людям жить, которые не дают им жить по-человечески. И здесь, когда ты понимаешь, что ты сам можешь жить так, как ты этого хочешь, так, как тебе это нужно, ты начинаешь, в общем, больше как-то всему этому радоваться. Самое главное, ты способен испытывать эти чувства и эмоции. Да, безусловно. И вот это очень круто. Ну, то есть, прям... Сравнение такое провести, где действительно плохо. Да, да, да. И не советую, кстати, все три книги сразу читать, потому что, в общем, вряд ли чем-то хорошим для психики это закончится. Сохочется выйти на балкон и посмотреть вниз. Да, да. Следующая давай книжечка, книга, которая произвела на меня огромные впечатления. Я ее прочитал где-то лет в 15-16. Это Уильям Голдинг «Повелитель мух. Детская антиутопия», как ее называют. Ну, в основном, потому что она про детей, и действительно, для детей она понятна. Дети переживают авиакатастрофу. И так получается, что они оказываются на необитаемом острове, где, собственно говоря, только дети. Они решают провести процедуру выборов и выбрать лидера. Выделяют сразу два человека, которые, в общем, будут бороться за власть. И в результате конфликта один из них уходит и создает альтернативное племя. При том, что изначально, да, их главная цель была выжить. Они традиционно жгли костры на острове для того, чтобы их заметили, для того, чтобы корабли увидели и подошли, и спасли. И альтернативная часть детей, да, которые постепенно откалываются, их становится все больше, они говорят о том, что не надо больше ждать людей, нужно жить здесь самим, нужно активно осваивать остров, нужно активно охотиться и жить, как вот такие настоящие дикари. И вот лидером этих дикарей как раз становится Повелитель Мух. Дальше, в общем, все будет развиваться в духе антиутопии, то есть довольно трагично. Не буду углубляться. Скажу лишь, что Повелитель Мух на самом деле это, хотя я надеюсь, что никто не завтракает под нашу с тобой передачу, что Повелитель Мух – это голова убитой свиньи на палке, которая естественным путем привлекает к себе мух. Ну, извините, все не ужасно. Это антиутопия. Ты читала это еще будучи подростком, правильно я понимаю? Да, сильнейшее впечатление она на меня произвела. Заинтригуй, почему другим тоже нужно почитать? Потому что книга… Чему научит? Изменит отношение к другим людям. Ну, то есть вот научит смотреть на других людей с разных сторон и то, как могут себя повести, казалось бы, да, богатые, дети богатых и успешных родителей в таких экстремальных ситуациях. То есть каждый покажет свой истинный характер? Да, да, да. Книга очень классная. Я удивлен, что ее на самом деле не экранизировали. Достойно, потому что вот она полна вот всего того, что можно красиво. А есть экранизация на нее хоть какая-то вообще? Есть, но она какая-то совсем несмотребельная сегодня. Отлично. Значит, читаем книжки. Да, читаем книжки. И учимся различать действительно людей. Да. Наверное, одна из самых известных антиутопий, это правда, да, это Джордж Шерл, 1984 год, все то же, это литерарное общество, все те же запреты и все те же правила, которые четко установлены. А здесь главный герой влюбляется. Ну, наконец-то моя тема. Наконец-то, да. И вот под действием этой влюбленности он вдруг начинает нарушать правила, установленные в вот это литерарном обществе. Ну, и, собственно говоря, дальше сюжет будет развиваться, вот, основываясь на этом. Оруэлл, наверное, в отличие от всех остальных, здесь в моментах, но главное, с кем мы его сравним, это замятин. Оруэлл не конструирует некий фэнтезийный мир, да. Он говорит, что это происходит вот на нашей планете Земля просто в некотором будущем, да, когда построен тоталитарный мир, когда люди в нем действительно живут. Здесь очень круто описан быт вот этих людей, которые живут в тоталитарном обществе и становится, в общем, по-настоящему страшно от того, в каких же условиях могут жить люди и в какие условия они могут быть поставлены. Почему, как ты считаешь, именно эта книга одна из самых популярных сетей антиэлитарных? Наверное, потому что она действительно максимально приближена к жизни реальных людей, то есть это вот не что-то далекое, это вот быт, который есть у нас, он просто поставлен в условия полного тоталитаризма. Интересное название, почему 1984 год, на самом деле никто не знает, потому что изначально Оруэлл хотел назвать книгу «Последний человек в Европе», отсылая вот к этой человечности своего главного героя, в отличие от всех остальных, но издатель сказал, что книга с таким названием никогда не будет продаваться, и Оруэлл продолжил 1984. То есть это примерно то время, когда происходят события? Нет, на самом деле нет, потому что здесь события очень четко происходят в 2050-е годы, то есть считается, что это просто перестановка цифр. Дело в том, что сам роман был написан в 1948 году, и вот так забавно поменяв цифры, Оруэлл, вероятно, хотел привлечь к нему внимание, ну и теперь, собственно, мы все знаем эти цифры исключительно как название романа. Спасибо, Ваня, большое. Дорогие друзья, если хочется действительно почитать книгу, которая заставит вас подумать и взглянуть на этот мир по-другому, вот вам три прекрасных варианта. Но не забывайте, читать нужно только в хорошем настроении. Доброго вам утра и хорошего дня. Всего хорошего. Здравствуйте, дорогие друзья, доброе утро. Меня зовут Ксения, я являюсь флористом салона цветов. Сегодня мы с вами будем собирать букетик из сухоцветов, который будет радовать нас очень долго, он не завянет, он является прекрасным небольшим подарком в качестве комплимента, в качестве основного подарка его можно использовать. Также его можно дома для красоты поставить в вазочку на письменный стол, на кухонный стол, вообще, в принципе, в любое место в вашей квартире. Для сборки вот такого букета нам понадобится хлопок, лагурус, вот эти вот различные пушистики разных цветов, фолярис, это более грубые колоски, и природные колоски, которые мы сможем с вами собрать абсолютно в любом месте, они произрастают везде и являются очень красивыми, пушистыми сухоцветами. Также мы будем использовать два варианта упаковки, это фетр, вот такая вот полупрозрачная воздушная упаковка, и второй вариант, это матовая пленочка, она у нас двухсторонняя, поэтому можно будет ее использовать любой стороной, которая к нам подойдет больше к букетику. Также перевязываем мы все красивой атласной ленточкой, и технические моменты перевязываем технической лентой. Приступим мы с вами к сборке букетика. Упаковку мы пока отложим в сторону, букетик мы тоже отложим в сторону. Для центрального элемента мы будем использовать хлопок. Он у нас зафиксирован на специальной шпажке, так как хлопок привозят на большой веточке, и каждая коробочка произрастает отдельно. Мы берем хлопок, дополняем крупными элементами с обратной стороны, это вот такими вот сухоцветиками. Мы можем добавить их неограниченное количество, так, чтобы у нас получилась такая объемная сзади спинка у нашего букетика. Вот такие вот различные варианты, так, чтобы было пышненько и объемненько. Также мы дополняем теперь цветом, то есть мы устанавливаем пушистые наши сухоцветики, это лагурус и фолярис. Устанавливаем их по кругу хлопка и задней части нашего букетика, чтобы у нас также присутствовал цветовой акцент. Ну, так, в произвольном порядке у нас нет определенной техники, определенного стиля, просто так, как, скажем, душа лежит. Вот цветных мы элементов добавили, теперь мы добавим более светлых акцентов, чтобы с нашим хлопком они сочетались. Это вот так вот. Обязательно нужно и у нижней части букетика тоже ставить сухоцветики, чтобы наш букетик казался законченным. И на заднюю часть мы тоже обязательно добавляем светлых элементов, можно добавить пушистых побольше, так, чтобы у нас красиво все смотрелось. Теперь нам обязательно нужно перевязать технической ленточкой, чтобы наши сухоцветики не развалились при упаковке букетика. Мы берем ленточку и перевязываем. Связываем на два узла, так, чтобы все держалось достаточно крепко. Лишнюю часть ножек мы отрезаем. И уже мы определили длину нашего букетика. Он у нас невысокий, подойдет под любую небольшую вазочку. Также его можно будет дома из упаковки вытащить и поставить просто россыпью также в любую вазочку. Дальше мы спереди немножко добавим еще пушистых веточек, чтобы у нас передняя часть тоже была более такой объемной. Ну, примерно вот так вот. Опять же мы перевязываем, чтобы наши веточки никуда от нас не убежали. И обязательно лишние кончики технической ленточки мы убираем. Также мы сравниваем длину. И уже, в принципе, наш букетик готов. Осталось только сделать для него упаковку. Мы его немножко в сторону пока откладываем. Чтобы сделать упаковку, мы сначала берем фетр. Фетр у нас более легкая, воздушная, тканевая упаковка, которая создаст такую легкость и объемность нашему букетику. Отрезаем мы небольшой кусочек нашей упаковки. И складываем его такой волной, которая как раз-таки и даст нам этот объем. Прикладываем к букетику. И у нас уже, в принципе, получилась, можно сказать, почти готовая упаковка. Перевязываем. Так, чтобы наша фетровая прослойка была зафиксирована. И никуда не убежала. И также, чтобы она не двигалась. Вторую часть упаковки мы берем матовую пленочку. Также отрезаем небольшой кусочек. Она достаточно легкая, воздушная, очень хорошо режется. И при помощи этой пленочки можно создавать любые формы букетом. Не только сухосветным, но и обычным. Мы берем нашу упаковку, кладем букетик на уголок. И также фиксируем при помощи сложения очень легкими, простыми движениями. Вот такой вот небольшой кулечек у нас получается. Осталось только зафиксировать все красиво и атласной лентой. Завязываем красивый бантик. И наш букетик уже, можно сказать, готов. Вот такой вот прекрасный букетик у нас получается. Преимущество его в том, что он долговечен, то, что он красивый на внешний вид, легенький, приятный, воздушный. Всем хорошего дня, отличного настроения. Мне было очень приятно показать для вас такой мастер-класс. Увидимся скоро. Астрологи говорят, что гороскоп может ответить практически на любой вопрос. Так вот, я предлагаю сейчас этот вопрос мысленно сформулировать, закрыть глаза, открыть их. А тут шоу «Овсянка» и наш гороскоп. Овны. Хороший день для встреч и новых знакомств. Вероятен успех в делах, связанных с коммерцией и поиском дополнительного способа заработка. Проявленный завтра нестандартный подход в делах обещает привести вас к желаемым результатам. Тельцы. Успех в любого рода деловых операциях весьма сомнителен, а коммерческие сделки, заключенные сегодня, не принесут ожидаемого результата. Однако проявленные с вашей стороны высокие нравственные качества способны свести негативные тенденции этого дня на нет. Близнецы. Вам многое удается, причем с решением сложных задач вы справляетесь на удивление быстро. Будет шанс урегулировать какие-то давние деловые разногласия, начать сотрудничество с новыми партнерами на очень выгодных для вас условиях. Раки. Отличный день для учебы. Будет возможность перенять какой-то полезный опыт. Будьте терпеливы с близкими, проявите снисходительность к их слабости. В ваших силах сгладить многие острые углы, наладить семейные отношения. Львы. Беспокойный, но веселый и интересный день. Планы придется менять на ходу, поскольку события развиваются стремительно. Но вы все же успеваете приспособиться к ситуации и извлечь из нее пользу. Девы. Подходящий день для решения вопросов, касающихся вашей карьеры и профессионального роста. Можно определиться с какими-то принципиальными моментами, решить, чем вы будете заниматься в ближайшее время. Весы. Вам предстоит многое сделать. Чем раньше вы перейдете от размышлений к активным действиям, тем лучше. В работе можно полагаться на интуицию, она не подведет. Решения, которые вы принимаете, порой удивляют окружающих. Но чуть позже всем становится ясно, что вы выбрали единственно верный путь. Скорпионы. Вероятно, сегодня предстоит штурмовать новые высоты карьерного роста, строить взаимовыгодные взаимоотношения с сослуживцами. Смело продвигайтесь к реализации поставленной цели. Стрельцы. В течение этого дня не следует полагаться на советы коллег или ждать помощи от близких людей. Вероятно, сегодня вам придется устремить энергию на самозащиту и отстаивание своих жизненных принципов. Благоприятными для вас будут активный отдых и щадящие физические нагрузки. Козероги. Сегодня будет возможность решить финансовые вопросы и сделать удачные покупки. Появляются новые планы, касающиеся учебы, работы и развития бизнеса. Не исключены и предложения о сотрудничестве, от которых вам не захочется отказываться. Водолеи. Возможно получение долгожданного известия или встреча с компаньоном, которая станет положительным итогом договоренностей предыдущего периода. Напряженный аспект планет во второй половине дня может привести к финансовым убыткам. Рыбый день полон событий. Все складывается неплохо, но вы стремитесь к большему, поэтому сердитесь из-за пустяков. Следите за тем, чтобы от вашего гнева не пострадали люди, которые ни в чем не виноваты. Утро может быть довольно напряженным, потом влияние позитивных тенденций усилится. Мы вернулись. По-прежнему телеканал «Первый Ярославский», шоу «Овсянка». Я Дмитрий Московский. И сейчас мы порадуем вас вновь вкусным рецептом, друзья. Привет-привет! Это «Кулинарная овсяночка». Мы на кухне с шеф-поваром Денис. Доброе утро! Доброе утро! Денис, что мы будем сегодня готовить? Мы сегодня с вами сделаем из простого продукта очень интересное блюдо. Это у нас говядина тушеная. Будем делать сегодня паштет. Да, я на самом деле впервые вижу, чтобы из тушенки можно было сделать паштет, потому что я обычно, ну, как-то всегда думал, что паштет, он как-то продается отдельно, тушенка продается отдельно, а тут мы придумали такой креативный формат, который приятно попробовать вот уже за завтраком. Вот видите, у нас есть кусочки хлеба. Сейчас сделаем паштет, намажем на них пальчики, оближите. Да, мы сделаем его домашним, немножко необычным. Добавим туда свои фишечки, я вам все покажу, расскажу. И обязательно продегустируем в конце. Очень хорошо. Да, все, тогда начинаем. Начнем мы с того, что баночку откроем. Я вот хочу сразу отметить, что мы сегодня используем тушеную говядину от калининградского бренда «Сохраним традиции». Это абсолютно полное исключение сои, ГМО, всевозможных всего этого тут нет. Все в традициях, все так, как должно быть, только отборные куски мяса. Ну и самое главное, пробуешь эту тушенку и возвращаешься в детство, словно эта тушенка вот из тех времен. Ну, вы поняли, о чем я. Ну что, давайте открывать. Давайте прискупим. Я, кстати, что еще отмечу, да, что вот у этой тушенки, да, вот рыжечка. Удобный способ. Достаточно. Открывать, да, вот видите, просто легким движением профессионала Денис скрывает. А что мы теперь делаем? Итак, дальше нам понадобится ложечка. Вот этот жир, который здесь находится, мы на нем будем обжаривать наши овощи. Да, чудесно такое у нас безотходное производство получается. И я тем временем расскажу, да, что я вижу на столе, да, то есть что у нас войдет в состав этого паштета, получается. Тушенка. У нас есть морковка, лучок. Да, лучок, морковка и нам понадобится багет. Мы его будем запекать с оливковым маслом для того, чтобы был хрустящий момент, когда у нас будет паштет готов намазывать, чтобы все это хрустело. Это очень тоже важно. Дмитрий, у нас задание. Да, так. Натереть на терочке морковочку. Угу. Я тем временем порежу лучок. Так, далее у меня есть чеснок, пробитый с растительным маслом, блендером. Нам надо порезать на кусочки, произвольно. Далее мы ее добавляем к нашим овощам. И обязательно добавляем гульончик, который в баночке находится. Да, чтобы у нас уже совсем все пропиталось, было ароматным. Да, чтобы все протушилось в этом соке. Оставляем выпариваться буквально на 3-4 минуты. Так, пока у нас выпаривается, мы можем подготовить наш багетик. Какая ему нужна подготовка? Так, нам нужно их обязательно смазать оливковым маслом. Дальше он у нас будет запекаться в духовке при 180 градусах 3-4 минуты. На багетик также можно добавить веточку розмарина, что придаст хвойный запах и вкус. То есть вот в таком виде мы ставим запекаться в духовке. Очень важный момент, что это блюдо хранится в холодильнике достаточно долго. Стеклянную баночку можно убрать и доставать, отпустили в борщ. Когда кушаете, берете багетик, борщу намазали паштить, очень вкусно, рекомендуем. Итак, мы приближаемся к финальной стадии приготовления нашего чудо-блюда. Как видите, вот они, кусочки багета, уже обжаренные из духовки, запеченные. И у нас уже, опять-таки, тушеночка вместе с овощами уже разогрелась как надо. Практически готово. Так, с багетом мы теперь вытащим наш розмаринчик. В мисочку, в емкость любую перекладываю все это дело. То есть жидкости здесь почти совсем не осталось. Да, это важный момент, потому что если паштет слишком жидкий, то это уже не паштет. Нам понадобится блендер. И я, кстати, понял, что будет, если слишком жидкости много, да, будет вот в тушенке и в овощах, которые мы туда добавляем, блендер начинаем прокручивать, получится крем-суп из тушенки, да, почему нет. Но нам нужно сделать паштет, поэтому жидкость мы выпаривали очень тщательно. Так, далее нам нужно эту смесь охладить. После того, как мы это все охладили, нам потребуется, в нашем случае, это кондитерский мешок с насадочкой. Заправляем наш паштет в кондитерский мешок. Далее переходим к нашей сервировке и подаче. Так, выкладываем наши греточки. Добавляем веточку зелени. Зелень и для красоты, и для иммунитета. И я в данном варианте еще добавлю плюковку. Вот такое блюдо у нас с вами получилось. Достаточно простое, но интересное. Что тут скромничать? Мне кажется, классно. Мне кажется, это очень вкусно, потому что вот когда готовишь и чувствуешь все эти ароматы, ты уже понимаешь, что ты получишь на выходе по итогу. И это действительно вкусно, действительно красиво. И я хочу сказать, что мы всей овсянкой, всей нашей большой командой рекомендуем, даже если немножечко лень, даже если, ну, как-то вот не хочется и неохота все равно периодически баловать себя вот такой оригинальной подачей, красивой. Вот представляете, вы просыпаетесь, а у вас, ваше любимое, вам вот такой шедевр. Встала на пару часов раньше. Зато все свежее. Зато все свежее, все вкусное и все настоящее, в лучших традициях. Приятного аппетита! Спасибо, что проснулись вместе с нами. Это было шоу «Овсянка» на Первом Ярославском. До встречи уже в понедельник. Включайте нас в то же самое время и проведите эти выходные по-настоящему здорово. Пока-пока! Доброе утро, область просыпается, и снова новый день начинается. Первый Ярославский сделает твое утро бодрым. В отличном настроении пойдешь на работу. И не важно, маленький ты или взрослый, утро надо начинать с овсянки. Все просто, чтобы сегодня все было отлично. Включай в семь утра наше шоу. Это логично! Овсянка! 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 Продолжение следует...